В Сете появились спутниковые снимки трех батареи С-300 и С-400, которые были уничтожены во временно оккупированном Крымом. Их публикует телеграм-канал волонтера 8 сообщества Киберборошна. Также спутниковые снимки последствий ракетного удара по Джанкою публикуют схемы. Напомним, села обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному С-400 оккупантов в районе Джанкоя и двум С-300 возле Черноморского и Евпатории. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Отмечается, что ни одна из выпущенных ракет не была перехвачена так называемой высокоэффективной ПВО противника. В частности, в указанных районах после ударов украинских ракетчиков зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300 и С-400. Кроме того, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов Российской Федерации. Как рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире «Эспрессо», после этих ударов россияне пытаются пополнить потери через Крымский мост. Однако оккупанты не могут скрыть места дислокации и перемещения систем ПВО в оккупированном Крыму, а украинские военные успешно этим пользуются. Это отличная новость, поскольку наша разведка вовремя получает верифицированную информацию о месте размещения вражеских систем ПВО. Поэтому, несмотря на то, что оккупанты всячески пытаются скрыть перемещение и места дислокации систем ПВО, мы имеем полную информацию об их действиях. В то же время стало известно, что 9 июня ВСУ нанесли удар по командному пункту 6-й армии в Белгородской области РФ на базе отдыха «Нежигаль». Как сообщает телеграм-канал «Досье шпиона», на данный момент 8 офицеров армии считаются пропавшими без вести.